Ох, ты же сразу же Сразу же самого важного Интересного Название студии будет? Через монитор А что еще раз? Название студии, которую сделают Замечательную игру Мне кажется Марафон, который предназначен для всех Не рискнет Показывать Столь великих разработчиков Нет, там все нормально Я думаю, сейчас нам покажут Мне кажется, нет Ну и мы снова убиваем заглушку Ну, видите, даже Гадака не выдержал величия Мегамема Сразу же Поэтому пришлось пустить заглушечку Фишка с Мегаменом В том, что это лучшенная версия игры Это Мегамен Можно сказать, это режиссерская версия Может кто-то знает То, что в последнее время выходили Директор скаты для Death Stranding Для Ghost of Tsushima И вот Мегамен является своеобразным прародителем Этого движения Этой парадигмы Мегамен 11 увидел свет на свече И тут величие, как бы Второй части, самой популярной Решила показать Direction Cut Так, мы снова возвращаемся И вы можете слышать прекраснейшую музыку Восхитительнейшую Я даже предлагаю помолчать Полминуты, чтобы зрители наконец-то Прониклись в нашу Мне становится слишком страшно Наедине с собой Давайте ждем собраться Не надо пугать Как я не сказал Эта игра действительно оказалась Слишком Сильной Для ГДК ГДК не выдержал С первого раза Надеюсь Больше она драпаться не будет Ранее мы на Мегамемовском языке Потому что так быстрее Отлично Нам показали Разработчик Крепком Замечательная студия Моя любимая Где-то в двухмиллионном году Происходят действия нашей игры Как вы можете видеть По графике Игра свежая В девятнадцатом году Была выпущена Да Это Иц В тридцать девяностом Вот Самое тяжелое для меня В комментировании этой игры Будет это Принять ее музыкальное величие Поскольку надо все-таки Слушать комментаторов Английской трансляции У нас Две Как-то У нас Два варианта Куда можно нажать В главном меню Это Стратегия И существование Нажимаем на стратегию И игра начинается Пошел время Да В первую очередь Мы идем на Ари Ар Мема Потому что нам Важно забрать его Оружие Для всех последующих Извините Давайте еще раз Синхронизируемся Вот у меня Тридцать девять Сорок Сорок один У меня сорок пять Сорок шесть Сорок семь Тогда Предлагаю нас догонять Да Очень Красочных Врагов Мы Убываем Мне отдельно Хочется выделить Звук открытия Дверей А как же Звук стрельбы И это Аниматная Это лучшая часть Не знаю Мне вот Лично больше Звук открытия Дверей Поразил Они еще Открываются Одно за одной И начинают Создавать Симфонию Звуки Босса Тоже были Восхитительные К сожалению Мы не успели Именно сладиться В полной Мере Красная Полоска Которую Можете видеть Слева Сверху Которая почти Закончилась Это были ХП-боссы Сейчас мы придем К следующему Врагу Снова Оружие И заметьте Насколько Оно сильное Самое интересное То что Этот сюжет Нельзя скипнуть Так что Как ни странно Нам повезло И мы можем Сладиться Всем величием Игры На ГДК Ну вообще Мне нравится То что Сценаристы Этой игры Достаточно Достаточно Самодостаточные Тавтология Что Можно сказать Принуждает Не скипать Чтобы Игроку было Легче освоиться В этом мире И вот Хитмем Продолжается Точнее У нас здесь Платформинг Нам надо Уничтожать Появляющихся Врагов И Пиксель Перфектно Из раза в раз Попадать На следующую Платформу Потому что Может быть На самом деле Это не Пиксель Перфектно Но Учитывая Игру У нас здесь Все Перфектно Да Все было Нарисовано В особой Дизайнерской Программе Самый дорогой Майкрософт Пейнт Как вы видите Даже переходы Между уровнями Практически Незаметны Настолько Все хорошо Было сделано Мы летим И Сейчас у нас Будет Боссфайт С Хитмемом Хитмемом Немного Пригорает Нам надо Бо Охладить Он Так Просится Ударить Его Хочется Отметить Что у И Этой игре Есть небольшая Проблема Она Не всегда Знает Где Находится Мегамем Кажется Она Выше всего этого И понимает То что Мегамем Находится Внутри Каждого Скорее всего Она понимает Что это ГДК Надо показать Людям Быстрое Прохождение Не хочет Задерживаться Настолько Продуманная И умная Игра Как видите После каждого Босса Да Раннера Чуть не убили Ну мы получаем Апгрейд После каждого Босса Что соответствует В общем-то Политике Мегамема Что не отсылает Нас Никакой Известной Игре Ты имеешь Ввиду Первую часть Мегамема Ну кстати Она была Настолько Великая Что Никто Даже Не видел Ее Сразу Как бы Появился Мегамем 2 Потому что Знаете Обычно Первая часть Считается Классикой И самой Лучшей Какой бы Хорошей Ни была Вторая И вот Здесь То же Самое Мегамем 1 Просто Не видит Цвет Нам Представляет Следующего Босса Это Крашмем И Вот Здесь Одна Из Лучших Музыкальных Композиций Из Всего Саундтрека Игры А Лучше Пожалуй Только Финальная Песня Чат Если вы хотите Могу вам Скинуть Ссылку На Ютуб На Оригинальный Саундтрек Чтобы Ну знаете Где-нибудь В светском Обществе Блеснуть Знаниями Великих Композиторах Современности После Хитменом Мы получили Довольно Удобный Инструмент Он создает Платформы Которые Двигаются И с помощью Них Можно В принципе Проходить Сквозь потолки Что мы будем Постоянно Пользоваться Здесь хочу Отметить Скорее Не потолки А Экран Потому что Как я понял Исходя из комментариев К Спидрану Тут нет потолков И нет Коллизий Это как бы Все величие Мегамена Не может уместиться В один экран И он просто Идет вверх Сами лестницы Которые есть У разработчиков Это Не то чтобы Сказать Лестницы Это Вертикальная Или горизонтальная Поверхность По которой Идет Наш главный герой И мы увидели Кстати Квикми Как же он В уши-то Заливается Кайф Как минимум На том уровне Будет потолок Потому что Не будет перехода Вверх И мы просто Как в Марио Пробежимся Сверху экрана И Квикми Это было быстро Действительно Да Ну кстати Если так подумать Учитывая Что это Оуфул блок Теоретически Мы бежим Не по потолку А по дну Потому что Как говорится Со дна Постучались А мы со дна Пробежались Вообще Насколько я знаю Это довольно опасный Босс Потому что Мы его Фейсроллим Принимая Чуть ли не каждую Из его атак И нам повезет Если Вот Айфреймы Попадут На Какую-то из атак Потому что Если Такого не случится То К сожалению Мем Из дед Случится Идем По Живописному лесу И Спускаемся Видя Живот Сложно представить Что разработчики Вложили В этот образ Проходим Сквозь потолок Возвышаемся Над всем этим Природным миром Оу Оу Да И с того что Противник Ударил Мегамема Он Пролетел Сквозь дверь А потом Полетел В потолок И так как Ему там Переходить некуда Он погибает Да Чувствуется экзистенциальный Кризис Внутри Главного героя Но Его это не восстанавливает Он как Птица феникс Перерождается И Побеждает босса Он просто вышел За границу Возможного Осознал это И решил вернуться В рамки реальности И нам представляет Метил Мема Метил Метил Да Вот это локация Наверное Самая запоминающая С точки зрения Дизайна Столько вращающихся Объектов Разработчикам Наверняка Было сложно Их реализовывать Все очень динамично Можно сказать Уровень Живет Своей жизнью Тут наверняка Множество Циклов Глобальные Локальные Платформинг Выполнен На абсолютно Недосягаемом уровне У нас здесь есть И Платформа Которая двигает Нас влево И те Которые двигают Нас вправо И враги И Ну Все Чего желает Душа Такого Уже Заядлого Искушенного Геймера Ну хочу заметить Когда Да Мы были возвышены И не были на экране Но уровень все равно Существовал Без мега мема Вот настолько Это проработанная игра Все как бы Есть и без нас Мета Игра 2022 Год Мы этого достойны Неочередной Боссфайт У нас в чате Кстати Отмечают Замечательную Парарисовку Объектов Уровень детализации Такт В действительности Очень высокий Представьте Сколько времени Все это было От руки Отрисовано Вот есть Капхед Где Два разработчика По-моему От руки рисовали А здесь Целой команды Скорее всего Не хватило Каждая шестерена Была прорисована Отдельно Каждая Кручущая Шестереночка Замечательно Ну вот Да Дивилизация Нового уровня Как бы Сразу показывает Серьезность подхода Но скорее Нет Мне кажется Этот уровень Он больше Такой Сюжетный Потому что Показывает смятение Запутанность Внутри Игрока Главного героя Вообще Может быть Жизнь во вселенной В целом Все как-то Предопределено Кто-то может сказать То что Здесь нарисованы Просто Какие-то линии Но на самом деле Это Связи Которыми Обрастает Главный герой На протяжении Все игры Это и связь С игроком И связь С самой игрой Связь с боссами С врагами Обычными Рядовыми С локациями И Конечно Остается только Поаплодировать Художникам За невероятно Проделанную работу Браво В чате спрашиваю Будет ли порт на PlayStation 5 Боюсь что нет Эта игра Выйдет только через 3-4 поколения Консолей Пока что это ПК Exclusive Пока у вас есть Bloodborne У нас есть Мегамем В действительности Я очень жду Что разработчики Решатся сделать Мегамем 2077 В надежде Что они реализуют Все задумки CD-проджектов В своем будущем Проекте Это должно Получиться Ускитительно Мне кажется Это будет на самом деле Разработчиков Небольшой шаг назад Учитывая что Действие этой игры Происходит В двухмиллионном году Я согласен Это будет конечно Уже Резкий Уход В регресс Ну Возможность Рассказать Предысторию Мегамема Как он появился Какие глобальные События привели К такому глубокому миру Да И последний босс Это конечно Бабблмен Ну и здесь Мы сразу Можно прочувствовать Все эмоции Конфуз Внутри Главного героя Вот эта вот Эмоциональная напряженность Возможно даже Проработка Каких-то Внутренних Комплексов НКГ В одном моменте Кстати здесь Раннер может Застрять Потому что Пол Будет Снижать ХП До нуля Но он будет Постоянно снижать ХП до нуля Из чего Игра решит То что Персонаж еще не умер У него просто Ноль хп К сожалению Раннер фейлет Очень сложный Прыжок Да Сетует Раннеру На Марафон Лаг А еще раз Еще раз Он попадается В ловушку Мега-мема Хотя Если быть совсем Откровенными То мы все Уже В этой ловушке Говорит то что Вполне возможно Нас ожидает Гейм-овер О Он преодолел Эту Текцию Непостижимую Человеческому Мне кстати нравится Как Разработчики Точнее Дизайнеры Решили доверить Один из Уровней Нейросити Которые В последнее время Приобретают популярность И Здесь мы можем Видеть Творение Сообщества Нейроситей Которые Объединились Чтобы нарисовать Это все Великолепие Мы справляемся С боссом И Улетаем С уровня Ну на самом деле У платформингов У всех Очень высокая Сложность Потому что Прыгнуть В платформинге Гораздо сложнее Чем победить Босса в Дарк Солсе Зачастую Мегамем Воплощает В себе Все лучшее Что только могло Быть в платформерах Поэтому здесь Абсолютно Нереальная Возность Ну и вообще Вот признаться честно От этой Локации У меня даже Немного мурашки По коже Чувствуется Какое-то Опустошение Эмоциональная Опустошенность Мне кажется Дизайнеры Здесь хотели Показать то Что Мегамем Впал В эмоциональную Кому По сюжету Он стал Отрешенной Машиной Которая Была создана И не чувствует Себя Полноценным А может быть Даже Членом Общества Но он Карабкается Вверх Чтобы преодолеть Себя И несмотря на Все удары Врагов И судьбы Которые встречаются Ему на пути Он все равно Идет вверх Он даже Не дерется В ответ Он принимает Их Да Ну Процесс возвышения Остается все таким же Великим Идем вверх Несмотря на Преграды И препятствия В общем-то Очень глубокая игра Да У меня даже появилась Какая-то Может Религиозная Интерпретация Того что происходит Но не уверен что Кто это Озвучивать Да Думаю это надо Оставить Для Внутренней Дискуссии Наших Зрителей Относительно Данной игры Как бы Повод для Рефлексии Очень сложный Побег Ну вот сейчас Мы победили Дракона По идее У нас тут Не должно было быть Возможности Управлять Персонажем Но Мы зашли В меню Переключили Оружие И Игра решила Снова вернуть Нам управление Так просто Ну в общем-то Как бы Мы прошли Преобразование Во льва Из верблюда Как говорил Нитш В своем труде Так говорил Заратустра И победили Великого Дракона Все логично Ну вообще Стоит конечно Упомянуть То что Вот все Эти философские Трактаты Это Все лишь Омажены Величия Мегамема Ну Даже Скайрим Вдохновлялся Мегамемом Получается Потому что Мы здесь С легкостью Побеждаем Дракона С помощью своего голоса Практически В какой-то степени Мегамем Еще и Драконоборец Получается Конечно Конечно Мы уже Говорили То что Это Квинтэссенция Вообще Всего Геймдэва Здесь игра Не особо Торопится Дает Время Осознать Весь пройденный Путь Промахивается По одному Из кубов Возможно Кстати То что Кубы Это Своебразная Отсылка К Майнкрафту А вот Уважаемые господа Сокомментаторы Какие у вас Мысли Эмоции Чувства Вызывает Вот эта Локация Ну С локацией У меня Все довольно Просто С самого Начала Этого Рана Музыка Погружала Нас Вот В пучину Отчаяния Я не знаю Как еще Это сказать Потому что Оказавшись Здесь Мы осознаем Всю ту боль Которую Разработчики Вложили В свою музыку Да И вот здесь У нас Начинается Цветовое Безумие Краски Играют Переливаются Между собой Враги Уже становятся Исполинских Масштабов Но Мегамем Приняв себя Уже Ничего Не страшится Да Был Довольно-таки Тяжелый прыжок Которого Раннер Боялся Но У него Получилось В общем-то Мы прошли Самый Сложную Стадию Игры Что самое Приятное У нас Практически Не осталось Места Для руины Самую Сложную Стадию Игры Мы Прошли Когда Нажали На Старт Ну Не на Старт Все-таки На Старт Старт Это Для Других Для Более Казуальных Таких Вообще Каким-то Вычур Велик ГТК Упадет Звук Трансляции То Комментатор Легко Сможет Его Воспроизвести Главное Быть знаком С этим Произведением Искусства Но А мелодию Каждый Вспомнит Хотя бы Раз ее Слышал Пожалуй Скину Все-таки В чат Может кому-то Интересно Саундтрек Из этой игры Ловите Сейчас у нас Идет Босс Раш Сражаемся Со всеми Предыдущими Боссами Раннер Уже Начинает Издавать Какие-то Не Членораздельные Звуки Потому что Игра Выходит На абсолютно Какой-то Недостижимый Уровень Существования Мне еще нравится Концептуальность Этой игры Несмотря на то Что мы уже Сражались Со всеми Этими боссами Теперь они Предстают Перед нами В новых Локациях И очень Интересно Смотреть На то Как Враги Наши Заклятые Враги Боссы Выходят Из Зоны Комфорта В общем-то Субъективность Наблюдателя Разработчики Хотели Нам Показать Как Мегамем Отпускает Своё Прошлое В общем-то С ним К лицу И к лицу Эффект Наблюдателя Насколько Глубокая Игра Насколько Серьезно Разработчики Подошли К процессу Интересно Еще Как Разработчики Выбирали И синтезировали Звуки Для Каждого Из боссов Возможно Если их Сложить Мы обнаружим Какое-то Зашифрованное Послание Или Ответ На какую-то Загадку Человечеству Возможно Мы просто Еще не осознали Масштабы Того Как мы Можем читать Внутриигровые Записки И описание Объектов В игре Мы просто Еще Не дошли До этого Уровня Развития Разработчики Как бы Уже Это Заложили Да Полностью Согласен С данным Тезисом Сейчас мы видим Красно-оранжевое Безумие На своих Экранах Это уже Финальный Босс Говорит то, что Вам наверняка понравился Сандрак Эта игра Я думаю Все, кто его услышал Больше никогда Его не забудут Новое слово В музыкальном В музыкальном Жанре В музыкальных Жанрах Точнее Так Райнер не зря Попросил тишину Замечательные Звуки Да Между прочим Это Мой любимый Трек Из Всей игры Она как бы Подводит Черту Итог Что мы Пережили 28-19 Восхитительное время Восхитительная победа Восхитительная игра Ну тогда нам остается Только попросить Восхитительных клаб в чат Браво 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 Ай Сильно было Сильно В общем-то Надо поблагодарить ГДК за то Что они взяли Столь Восхитительную игру Смогли настроить Все так Чтобы трансляция Выдержала Ее величие Конечно Это Произведение Которое Надо Проходить Не один раз Мне кажется Раз Десять Минимум Чтобы Просто Погрузиться Вникнуть В Происходящее И дальше Уже Более Комфортно Себя чувствовать Внутри Этой Игры Здесь мы видим Пейзаж Переколепно У меня Слов даже Не хватает Чтобы Выразить Это Этот Прекрасный Мир Был Спасен И вот Мы уходим На заглушку После Такого Величия Теперь Можно Посидеть Отдохнуть Осознать Все Что Произошло